Ситуация с распространением коронавируса Ситуация с распространением коронавируса вывела на новый уровень обсуждения такой вопрос, который и раньше был, но раньше он был довольно маргинальным а именно, можно ли заразиться болезнью через причастие святых христовых тайн Для православного верующего человека, как мне это казалось, например совершенно очевидно, что невозможно в силу нашей веры в то, чем для нас являются святые тайны Но вот это обсуждение, которое, кстати говоря, возникло во многих поместных церквах оно показывает, что вот эта истина, она отнюдь не является очевидной для, по крайней мере, некоторых людей, считающих себя православными Поэтому я в этом видео рассмотрю те их аргументы, которые они выдвигают в пользу того, что заразиться будут таком можно Но прежде чем мы будем разбирать эти аргументы я бы хотел познакомить вас с тем, чему учит церковь по этому поводу Церковь не молчит и многие поместные церкви в это самое время соборно выразили учение относительно этого вопроса И сейчас я приведу несколько цитат Так Синод Илладской Православной Церкви заявил, что Святое Причастие никогда не может стать причиной передачи болезни Синод Польской Православной Церкви в своем заявлении также указал, что Евхаристия – это источник жизни, здоровья, души и тела против которого никакая болезнь не имеет силы Евхаристия – это божественный огонь, который сжигает все зло В свою очередь Синод Кипрской Православной Церкви осудил идею о передаче заразной болезни через причастие как богохульство Относительно Святого Причастия учение Церкви известно Святое Причастие – это не символы, а собственное тело и кровь Христа Было бы богохульством думать, что тело и кровь Христа могут передавать любую болезнь или вирус Основываясь на многовековом опыте христианства, доказательств такой передачи нет Священники, которые служили в инфекционных больницах и давали святое причастие их пациентам В конце потребляли остаток божественного причастия сами, используя ту же лжицу И ни один священник не был заражен в этих случаях Осенод Грузинской Православной Церкви постановил Евхаристия – это сердцевина христианской жизни Евхаристическая связь соединяет нас с Господом Иисусом Христом и друг с другом Святое причастие – это исцеление для души и тела, для тех, кто причащается с верой и соблюдением церковных правил Поэтому для членов Церкви совершенно недопустимо сомневаться в сущности таинства Святого Причастия И выражать это действием, например, отказываясь от общей лжицы, как от источника распространения инфекции Синод Сербской Православной Церкви выпустил несколько заявлений относительно ситуации с пандемией В заявлении от 23 марта 2020 года описывается, что в антицерковных сербских СМИ началась скоординированная клеветническая травля Сербской Православной Церкви Эти озабоченные граждане обвиняют нас в том, что мы причащаем верующих из общей чаши традиционным способом, который практикуется уже 2000 лет Люди причащаются добровольно, ожидания же тех, кто не ходит в церковь и не участвует в Святом Причастии, неразумны и злонамеренны В заявлении Сербского Синода от 28 марта сказано Повторяем, риск не в Святом Причастии, напротив, мы принимаем его, в числе прочего, во исцелении души и тела А в реальной опасности вируса, независимого от Святого Причастия В некоторых других поместных церквах были сделаны официальные заявления со стороны их предстоятелей Например, в окружном послании Патриарха Болгарского Неофита от 11 марта 2020 года говорится, что любому человеку, желающему с должной подготовкой приступить к Святому Причастию Тела и Крови Христовых Нельзя отказывать под предлогом страха заразиться коронавирусом Святые тайны не могут быть переносчиком заразы или какой-либо болезни, но являются лекарством для телесного и душевного здравия А в окружном послании Патриарха Румынского Даниила сказано Мы должны твердо подтвердить православную веру в то, что Святая Евхаристия не является и никогда не будет являться источником болезни и смерти Но является источником новой жизни во Христе, прощения грехов и служит во исцелении души и тела Вот почему, когда верующие причащаются, мы поем «Тело Христово приимите, источника бессмертия вкусите» Ко причащение из одной чаши останется неизменной и священники будут объяснять всем верующим, что такой образ причащения Евхаристии ни для кого не является опасным В свою очередь Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл в своем выступлении 20 декабря 2020 года сказал Я глубоко убежден, святыня животворящего тела и божественной крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Никогда ни при каких условиях не может стать для человека источником зла и страданий И единственное, чего человек должен опостаться, приступить к ней без благоговения, будучи отягченным, нераскаянным, тяжким грехом, в том числе грехом неверия Наконец, предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии, митрополит Ростислав в своем официальном послании заявил Для всех, кто боится заразиться во время богослужения через причащение от одной чаши, мы подчеркиваем Святая Евхаристия не была, не является и никогда не будет причиной болезни и смерти Верующим, которые испытывают страх из-за причащения от одной чаши и одной лыжицы Следует попросить у своих духовных отцов совета о том, как укрепить свою веру Что касается других поместных церквей, то они в своих синодальных решениях, либо посланиях предстоятелей, посвященных пандемии Не касались вопроса о Евхаристии в указанном контексте Однако и в этих церквах были публичные выступления влиятельных архиереев, которые также говорили, что через причастие невозможно заразиться Митрополит Североамериканский Иосиф из Антиохийской Православной Церкви в своем официальном послании от 13 марта писал Святое причастие – это тело и кровь нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа Вне всякого сомнения это лекарство бессмертия, а не источник болезней Церковь за всю двухтысячелетнюю историю пережила бесчисленные бедствия и никогда не колебалась в этом вопросе И мы не будем этого делать сейчас Простите, что пришлось так много цитат привести, но это важно Важно показать вот этот единый голос православных церквей, причем самых разных национальных традиций То есть это не какая-то традиция одной конкретной поместной церкви или может быть двух Не какая-то национальная традиция там славянская или греческая Это общая вера церкви, которую не сговариваясь выразили почти все, по крайней мере большинство поместных православных церквей И конечно же это учение оно не вдруг взялось И сейчас я хотел бы привести вам слова из предания, слова святых по тому же самому вопросу О святителе Иоанне в Шанхайском известен следующий рассказ Госпожу Меньшикову укусила бешеная собака И она заболела страшной болезнью Узнав про это, владыка Иоанн со святыми дарами поспешил к умирающей Когда он ее причастил, с ней тут же случился припадок И она выплюнула только что принятые ею святые дары И владыка тут же собрал и потребил их Бывшие с ним прислужники воскликнули Что вы делаете, владыка? Бешенство страшно заразно Но владыка спокойно ответил Ничего не случится, это святые дары Надо сказать, что это свидетельство пытались ослабить некоторые оппоненты В частности протодиакон Андрей Кураев Снабдив его таким комментарием Одна проблемка, бешенство вообще никогда не передается от человека к человеку Ну на самом деле возможность заражения бешенством от человека к человеку имеется И случаи, хотя и исключительно редкие, описаны Но в контексте нашей темы данный рассказ приводится не как свидетельство чуда А как свидетельство веры святителя Иоанна Относительно невозможности заражения через святое причастие Еще в большей степени это выразилось в житии преподобного Анфима Хиосского В 1911 году он был назначен служащим священником в храме при лепрозории острова Хиос Некоторые врачи рекомендовали ему не причащать прокаженных, чтобы не заразиться самому Поскольку возбудитель проказа передается через слюну Однако преподобный продолжил их причащать Более того, открыл в конце службы царские врата Чтобы присутствующие в храме могли видеть, как он потребляет чашу после причастников Святой Анфим служил так почти полвека, вплоть до закрытия лепрозория на острове Хиос в 1957 году Он почтил три года спустя, в возрасте 90 лет, так и не заболев проказой Теперь посмотрим, что написано в катехизисе священномученика Горезда Чешского Бояться при святом причащении заразных болезней было бы не только совершенно неразумно, но и прямо грешно Так как это свидетельствовало бы о маловерии При святом причащении не следует бояться заразы потому, что мы принимаем тело и кровь Господа и Бога нашего Иисуса Христа Каковыми святыми дарами никакие болезни не могут быть перенесены Можно также привести и слова святителя Николая Сербского, который говорил, что идеи будто бы от причастия болеют Это безумие и богохульство Ну а теперь наконец давайте перейдем к разбору аргументов, которые предлагают сторонники учения О том, что через причастие тела и крови Христовых можно заразиться Начну я со священника, который отвечал лично мне Поскольку вот это убеждение я выразил еще в самом начале Когда только начинались эти карантинные меры и вопросы возникали в связи с распространением вируса И вот этот священник в своей статье, обубликованной на сайте Правомир Отвечает в том числе и мне и пишет он в частности следующее Это видео, как вы заметили, я начал записывать еще летом И не смог тогда закончить, отвлекся на другие темы, все затянулось И за это время произошло событие, которое в некотором смысле выбило меня из колеи Дело в том, что священник, которого я упомянул Его имя протерей Дмитрий Готовкин И который опубликовал статью о том, что, как он считал, можно заразиться коронавирусом через причастие И поэтому обязанностью священника являются сугубые правила гигиены В избежание такого заражения Ну вот, оказалось, что отец Дмитрий заболел коронавирусом И 7 ноября 2020 года он скончался Эта новость меня поразила и очень расстроила Поскольку, во-первых, конечно же, такая преждевременная смерть молодого человека, отца семейства Это, безусловно, большая потеря Ну и кроме того, конечно, в контексте вот этой нашей начавшейся заочной дискуссии Я особенно пожалел И, честно скажу, мне стало стыдно за то, что я не успел записать свой ответ ранее Когда отец Дмитрий был еще с нами Разумеется, при продолжении работы над этим видео Я задумывался над тем, стоит ли мне отвечать на статью отца Дмитрия Как это и предполагалось мной изначально И по некоторым размышлениям я решил, что стоит Поскольку ложные взгляды, ложные учения в любом случае необходимо опровергать Тем более, что статья отца Дмитрия распространилась в интернете И не только на таких сайтах либеральных, как Правмир Ну и, например, она оказалась републикована как минимум на одном из официальных епархиальных сайтов Так что придется все-таки сказать об основных тезисах данной статьи В самом начале отец Дмитрий пишет В свете опасности распространения коронавируса в России Священный Синод принял инструкцию, в которую указал меры, снижающие риск передачи опасной инфекции Одной из таких мер стала практика дезинфекции лыжицы При совершении причащения молящихся спиртовыми растворами перед причащением каждого человека В церкви это вызвало ажиотаж и бурные рассуждения Скептически к этому нововведению отнеслись протеерей Георгий Максимов На самом деле я не протеерей, я просто иерей, то есть простой священник Ну, читаем далее Священник Николай Бабкин и многие другие отцы и миряне Я почти 13 лет служу священником И вот какие мысли мне бы хотелось адресовать и скептикам, и вообще всему читающему народу Первое. Церковь не имеет никакого догмата, гласящего, что через лыжицу невозможно заразиться какой-то болезнью Нет в церкви такого учения И если есть такое частное мнение, пусть даже массовое, поддерживаемое даже канонизированными людьми Вошедшее в быт благодаря тому, что так считают и проповедуют многие отцы То это не означает, что это мнение истинно является учением церкви Ну, на самом деле есть такое учение в церкви И оно уже и соборно выражено Как мы видели ранее Ну, возможно, отец Дмитрий не знал этого, когда писал свою статью Однако вот в том, что он говорит, что даже если это мнение было поддержано канонизированными людьми Это, мол, еще не значит, что это истина и учение церкви Ну, на самом деле, при выяснении истины и учения церкви Мы должны как раз-таки ориентироваться на высказывания канонизированных людей То есть святых отцов И этому учат нас вселенские соборы Обратившись к деяниям вселенских соборов Мы видим, в частности, в деяниях Третьего Вселенского собора Слова святителя Кирилла Александрийского Чтобы прекратить соблазн и предложить здравое слово веры тем, которые ищут истины Самым правильным делом нашим будет то, если мы, обратившись к словам святых отцов Постараемся принять их за главное руководство И наши собственные рассуждения будем, сколько можно вернее, соображать с их верными и непорочными мыслями Именно этим принципом руководствовались и отцы Третьего Вселенского собора И отцы последующих Вселенских соборов В чем нетрудно убедиться, обратившись к деяниям Где показано, как отцы Вселенских соборов Зачитывали выдержки из творений святых Для того, чтобы определить, какое учение является исконным древним учением православной церкви В воросе Пятого Вселенского собора мы читаем изложение того же самого принципа Не иначе должно принимать то, что пишется кем-либо, как если оно предварительно будет найдено согласным с православной верой святых отцов Принцип следования святым – это принцип, оставленный нам вселенскими соборами Я могу привести и больше цитат, но не хочу слишком удлинять видео Те, кому не нравится мнение святых отцов, любят говорить в этом случае Ну, святые тоже могли ошибаться Как будто это дает им право объявлять любое учение святых отцов И любую фразу или высказывание святых отцов ошибочной Просто потому, что она им не нравится Но сказать, что какой-либо святой ошибся мы можем только в случае, если его высказывание противоречит либо соборно принятому учению церкви, либо же большинству других святых отцов, высказывавшихся на ту же тему А если высказывание святого не противоречит ни высказываниям других святых, ни соборным решениям, а противоречит только лишь нашим идеям или идеям каких-то наших современников, либо людей, может быть, и уважаемых, но не канонизированных В этом случае мы должны делать вывод о том, что ошиблись отнюдь не святые Но перейду теперь ко второму пункту статьи отца Дмитрия В церкви нет учения о том, что таинство меняет природу его веществ Вода в крещальной купели физически остается водою Ароматические масла в составе мира остаются маслами Хлеб и вино в чаше остаются хлебом и вином со всеми вытекающими из этого физическими последствиями На самом деле церковь издревле исповедует как раз таки то учение, которое в данном пункте прямым текстом отрицает покойный отец Дмитрий Более того, то, что он заявляет, является ересью уже соборно осужденной и анафематствованной церковью Чтобы не быть голословным, я процитирую Решение собора 1672 года, приведенное также в послании патриархов от 1723 года Веруем, что в этом священодействии, то есть в Евхаристии, присутствует Господь наш Иисус Христос Ни символически, ни образно, ни при избытком благодати, как в прочих таинствах То есть как раз указывается, что в этом принципиальное отличие Евхаристии от других таинств В том числе упомянутых отцом Дмитрием Но истинно и действительно Так что после освящения хлеба и вина хлеб прилагается, присуществляется, притворяется, преобразуется в само истинное тело Господа Которое родилось в Вифелиеме от Преснодевы И вино притворяется и присуществляется в саму истинную кровь Господа Которая во время страданий Его на кресте излилась за жизнь мира Еще веруем, что после освящения хлеба и вина остаются уже не сами хлеб и вино Но само тело и кровь Господня под видом и образом хлеба и вина Вот сокращенное учение Вселенской Церкви о таинстве Евхаристии Тех, которые искажают оное, Соборная Церковь Христова отвергает и проклинает Еще ранее отцы Седьмого Вселенского Собора в обличении еретиков свидетельствовали Ни Господь, ни апостолы, ни святые отцы, бескровную жертву, приносимую священниками, никогда не называли образом, но самим телом и самой кровью И хотя прежде, до того, как совершится освящение, некоторым из святых отцов казалось благочестивым называть это вместообразным Но после освящения они суть тела и кровь Христовой и так веруются Приведу теперь несколько слов святых отцов Святой Григорий Низкий писал Верую, что хлеб, освящаемый Божьим Словом, и ныне притворяется в тело Бога Слова Хлеб, по слову апостола, освящается Словом Божиим и молитвою, прямо притворяясь в тело Слова А святой Кирилл Иерусалимский говорил Если сам Господь определенно сказал о хлебе, сие есть тело мое, кто осмелится после этого сомневаться в этом? И если сам подтвердил и изрек сие есть кровь моя, кто усомнится и скажет, это не кровь его? Посему со всей уверенностью будем причащаться сего, потому что под образом хлеба дается тебе тело, и под образом вина дается тебе кровь Посему смотри на это не просто как на хлеб и как на вино Видимый хлеб не есть хлеб, хотя вкусом чувствуется, но тело Христово И видимое вино не есть вино, хотя по вкусу так представляется, но кровь Христова Весьма прискорбно и даже для меня лично ужасно то, что покойный отец Дмитрий, 13 лет прослужив священником, а до этого получив семинарское образование Не знал православного учения о Евхаристии и вместо него проповедовал уже осужденное лыжеучение Ужасно и то, что официальный сайт Ростовской епархии перепечатывает статью с таким учением Допускаю, что и некоторые зрители тоже могут разделить мое недоумение и удивление по данному поводу Но я прошу таких зрителей в комментариях, пожалуйста, не злословьте покойного отца Дмитрия Ведь это не он придумал данное лыжеучение Его просто так научили И больше вина на том, кто его так научил А вот кто его так научил, да и не только его, к сожалению Мы об этом еще поговорим чуть позже В этом же видео В третьем пункте отец Дмитрий пишет В известии учительном, которое помещается в служебнике в качестве практических советов в пастырем Имеются указания на то, что святые дары вполне могут быть испорчены грибком и так далее Ну, данный аргумент использовали и другие авторы И я разберу его чуть позже в этом же видео А сейчас я хотел бы пару слов сказать про сам текст, который известен под названием «Известие учительное» Этот текст никогда не был соборно или как-либо вообще официально утвержден в нашей церкви И написал его не святой отец И при работе над текстом автор многое заимствовал из католических текстов Что-то он заимствовал из православных текстов по теме Что-то от себя добавлял И никто его никогда не утверждал Более того, когда в 1723 году глава московской типографии архимандрит Гавриил Бужинский Запрашивал святейший Синод Соблаговорит ли тот о напечатании при новой издаваемых служебниках учительного известия Синод постановил до времени не печатать Поскольку находится в нем, то есть в известии, в неких при тайне Евхаристии бывающих случаях Многое тождесловие и сомнительство Некое же и положено весьма неудобное Для чего о новое известие до опасного рассмотрения ныне к служебникам не приобщать Действительно, в служебниках, изданных в советское время Можно найти этот текст в качестве приложения Но из служебников он давно уже удален И в современных служебниках издательства Московской Патриархии Нет учительного известия Так что апеллировать к данному тексту как к какому-то авторитету Общеправославному или источнику православного учения Нет совершенно никаких оснований Он может быть интересен как определенный памятник эпохи Но не более того Ну, это что касается ссылок на известие учительное Теперь перейдем далее Четвертый пункт отсутствует в тексте То ли он был удален, то ли это какая-то ошибка на нумерации И, в общем, следом идет пятый пункт В котором отец Дмитрий пишет Святое причастие – это не меньше и не больше, чем способ наиболее тесного общения человека с Богом А храм – это горница для этой встречи И наше дело, как христиан, приготовить эту встречу для себя максимально чистой А дело священника – обустроить эту встречу в чистоте для целого прихода И это именно мы, священники, должны обустроить чистоту и гигиену этой встречи А не требовать этого от Бога Приди, Боже, сотвори нам тут чудо и простерилизуй все вокруг Ну, вот здесь мы видим очередные проявления того ложного учения о Евхалистии Которому, к сожалению, был научен отец Дмитрий На самом деле мы, хотя и не требуем, но просим каждый раз в тексте литургии от Бога совершить чудо И само таинство Евхаристии является как раз-таки величайшим чудом Когда хлеб и вино становятся телом и кровью Спасителя Ну, понятно, почему отец Дмитрий так написал Потому что он считал, что хлеб остается хлебом, а вино остается вином И поэтому он написал, что причастие не более чем способ наиболее тесного общения человека с Богом На самом деле способ общения человека с Богом – это молитва А причастие – это как раз-таки намного более Это не просто общение, это соприкосновение, это соединение с воплотившимся Богом Когда мы принимаем самого Христа в себя Что касается того, что там священник не просит простерилизовать То священнику и не надо этого просить, когда он просит сотворить хлеб сей телом Господа А то, что в чаше – кровью Господа Потому что тело и кровь Господа совершенны И они не нуждаются ни в какой стерилизации Болезни, как и смерть, согласно православному учению, являются следствием греха И Господь Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы спасти человека от греха А не для того, чтобы стать переносчиком его последствий И учить, что тело того, кто пришел ради спасения человека от греха Становится переносчиком последствий греха Это значит учить, что грех победил Спасителя И это совсем не то учение, которое мы приняли от апостолов Апостолы и евангелисты описывали, как Господь Иисус Христос встречался с людьми больными проказой Это страшное, заразное заболевание И Господь исцелял этих прокаженных, а не становился переносчиком проказы для других или сам прокаженным Само прикосновение к его телу давало исцеление людям Исцеление, а не болезнь Именно этому телу, воскресшему и преображенному телу Господа Иисуса Христа Мы причащаемся в Таинстве Евхаристии Что касается слов отца Дмитрия, что нужно приготовить эту встречу для себя максимально чистой Приготовить и очищать действительно нужно Но очищать нужно не Господа Его тело и так чисто и свято Очищать мы должны себя И духовно очищает себя верующий перед причащением Посредством, как известно, покаяния, молитвы и поста А вот отец Дмитрий представляет дело таким образом Что подготовка и очищение – это правила гигиены, направленные на то, чтобы ни в коем случае не подцепить какую-нибудь заразу от причащения при чистых телах и крови Христовых В следующем, шестом пункте он пишет Все эти разговоры на тему того, что веками люди причащались и ничем в храмах не заражались – лишь устоявшееся мнение, основанное на убеждениях Статистики никакой никто никогда не вел Все-таки это не просто мнение, основанное на убеждениях На Западе были опубликованы исследования на тему возможности передачи инфекций через причастие Я процитирую новейшую научную статью «Ковид и причастие», опубликованную в октябре 2020 года в профильном медицинском издании за авторством четырех исследователей, из которых двое из Греции, а двое из Великобритании Здесь коротко упоминаются проводимые ранее, в том числе и экспериментальные исследования на Западе возможности заражения через общую чашу причастия И в частности указывается, что исследование Лавинга и Вольфа с участием 681 участника показало, что не было значительной разницы в состоянии здоровья между людьми, которые принимали святое причастие даже ежедневно, и теми, кто вообще не посещал христианские службы Основываясь на этих выводах, в 1998 году Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что никогда не было вспышек инфекции, связанных с чашей для причастия, и что теоретический риск передачи инфекционных заболеваний при использовании общей чаши для причастия существует, но он настолько мал, что его невозможно обнаружить Далее автор отмечает, что согласно православной христианской практике, после завершения религиозного ритуала святого причастия, священник должен выпить весь оставшийся сакраментальный материал чаши Эта практика также применяется госпитализированным пациентам, которые просят причастие в качестве последней воли перед смертью Как следствие этой практики можно ожидать повышения уровня заболеваемости конкретными инфекционными заболеваниями, особенно респираторного и желудочно-кишечного тракта, среди служащих священнослужителей Однако очевидного увеличения распространенности таких инфекций в этой профессии не наблюдается Таким образом, обычная чаша для причастия теоретически может служить средством передачи инфекции, но потенциальный риск передачи очень мал В настоящее время имеющиеся данные не подтверждают предположение о том, что практика совместного использования чаши для причастия может способствовать распространению коронавируса Можно также привести иллюстрацию из жизни. Когда в Румынии заболел коронавирусом архиепископ Пимен Сачавский Обязали сразу же сдать тесты всех, кто с ним причащался вместе, всех, кто с ним служил на последней службе И не только священнослужителей, но и мирян И только один тест дал положительный результат У дьякона, единственного дьякона, который за той службой не причащался А у всех, кто причащался, был отрицательный результат Отец Дмитрий здесь также говорит Однако исторические прецеденты, когда людей через причастие отравили, вполне имеются Но он, к сожалению, не приводит эти прецеденты Но, очевидно, он имеет в виду постинг Кураева Тот приводит четыре примера сообщений в древних источниках об отравлении посредством подмешивания ядов причастия Из этих четырех примеров только два относятся к православию Первый рассказ армянского историка XII века Матфея Эдесского о том, что в 985 году архиепископ грузинский Иларион будто бы попытался отравить князя Давида, подмешав яд в причастие Другой армянский историк Аристакис Ластеверцы говорит, что это было сделано воинами грузинского князя Однако оба источника сходятся в том, что убить князя таким образом не удалось И поэтому злоумышленникам пришлось задушить его Второй пример взят из хроники Быховца, где содержится душераздирающий рассказ о том, как беглый литовский князь Михаил Сигизмундович, прибыв в Москву к князю Василию II, был здесь отравлен неким русским игуменом Вот как написано Когда был он в одном монастыре и слушал обедню, игумен, который не любил его, дал ему в причастие лютую отраву ядовитую Он это быстро принял и проглотил, и здесь же пал и издох И игумен, боящийся того, что так скоро умер, и сам вкусил и тут же умер Однако протезиак Анкураев забыл упомянуть, что эта байка опровергается другим источником, а именно современником тех событий Яном Длугышем Который, сообщая о смерти Михаила, пишет, что тот в течение нескольких дней умер от яда, который ему, как говорят, дал московский князь Длугыш озвучивает и другую версию, что отравление было организовано некими литовскими панами, опасавшимися мести со стороны Михаила При этом сам он успел перед смертью написать и отправить письмо великому князю литовскому Казимиру В котором сообщает, что отравлен, жалуется, что умирает среди варваров без возможности исповедоваться католическому священнику и получить от него напутствие И просит похоронить его рядом с отцом в соборе Вильнюса Это завещание Михаила было исполнено Нелепая история про князя-католика, который вдруг зачем-то пошел причащаться на православной службе и был там отравлен неким игуменом на почве личного неприязненного отношения И при этом убийца будто бы немедленно покончил с собой Очевидно, была придумана для того, чтобы отвести внимание от подлинных заказчиков и исполнителей убийства И с этой же целью, видимо, помещена и в хронику Быховца Но Кураев на полном серьезе предлагает эту нелепицу своим читателям Смотрим далее, что говорит отец Дмитрий Седьмой пункт Если наша вера так крепка, слава Богу, не заразимся и не заболеем, аллилуйя Но мы, отцы, мало того, что священники, мы иногда известные медиаперсоны И мы в ответе за всех тех людей, кому обращены наши тексты Готовы ли мы взять на свою совесть ответственность за болезни и смерти других людей Которые плевать будут на правила гигиены не потому, что так искренне доверяют Богу А лишь потому, что фанатеют и слепо верят лично нам Отцам, вещающим на весь мир, что от лыжица заразиться невозможно Готовы? Из этих слов следует, что, кажется, отец Дмитрий полагал, будто по мнению его оппонентов В числе которых он указывал и меня Человек не заражается при причащении благодаря своей личной вере Но боюсь, что он здесь совершенно неправильно понял своих оппонентов По крайней мере, у меня даже мысли такой не было Во время Божественной Евхаристии таинство происходит не благодаря моей личной вере А благодаря Господу, который и является совершителем таинства Речь идет о том, что находится в чаше причастия Поэтому, если священник выражает веру церкви в то, что находится в чаше причастия Каким образом он вдруг становится ответственным за то, что кто-то подошел к чаше причастия с меньшей верой Ну, не стану на этом пункте много останавливаться Отец Дмитрий просто не понял позицию тех, с кем он дискутирует Следующий, восьмой пункт У нас у всех есть супруги, дети и просто близкие люди И мы друг друга очень любим Между нами есть общение Но, невзирая на вашу с супругой крепкую любовь Вы с ней соблюдаете определенные принципы гигиены Неужели соблюдение норм гигиены как-то подрывает любовь между вами? Или ты, муж, будешь целовать супругу, будучи больным ангиной? Ну а что, ведь любовь творит чудеса Давайте не верить в возможность передачи вируса между любящими людьми Но здесь ошибка отца Дмитрия заключается в том, что он забывает О том, что между нашими телами и телом воплощенного Бога Есть принципиальная разница Мы грешны и несем на себе последствия грехов В том числе и болезни А в Господе Иисусе Христе нет никакого греха И Его тело мы называем причистым То есть самым чистым, что только может быть Но отец Дмитрий как будто не видит разницы между своим телом И телом Господа Иисуса Христа И считает, что тело Христово нужно подвергать гигиеническим процедурам Точно так же, как и наши тела Ну не знаю, как вам, а на мой взгляд Вот эта уже не первый раз поднимаемая отцом Дмитрием Тема гигиены в отношении тела Христова Мягко говоря, крайне неудачна Далее переходим к девятому пункту В котором отец Дмитрий говорит Мы себя ведем очень странно Порою живем под войным стандартом С одной стороны мы направо и налево твердим Что церковь никогда не выступала против науки Наоборот, мы истинные партнеры науки Но при всем этом тут же размениваем эти постулаты На обрядовые принципы, не имеющие в реальности Никакого отношения к вере и Богу Речь, конечно, вовсе не о каких-то обрядовых принципах Якобы не имеющих никакого отношения к вере Речь о содержании нашей веры в таинство Евхаристии Далее он продолжает Лыжица, кстати, чисто практическая И довольно не старое изобретение в литургике Ну, разве 1400 лет это недостаточный возраст? Чтобы назваться старым Это все еще молодое и новое? Далее отец Дмитрий призывает Давайте все же научимся доверять Хотя бы немного медикам Являющим заботу о нашем здоровье Не устраивать паники И не проводить пикеты под лозунгами Гонения на церковь и причастие Ну, что касается призыва Немного доверять медикам Давайте обратим внимание, например, на это высказывание Доктор Елена Ямареллу Профессор медицины Афинского университета И специалист по инфекционным заболеваниям Заявил в мае 2020 года Что святое причастие Это таинство Или в него веришь и причащаешься, как обычно Или не веришь и не причащаешься Всякий, кто верит, причащается И здесь нет риска заражения коронавирусом Как и любой другой инфекцией Вы знаете, когда у нас в Греции Были прокаженные, священники причащали их А потом других И никто никогда не заболевал Научные концепции неприменимы к таинству В этом смысл таинства Это то, что выходит за рамки нашего разума Те, кто хочет причащаться Не должны бояться заразиться А вот слова еще одного медика Иеромонаха Феодорита Сенчукова Он практикующий врач-анестезиолог высшей категории Мы причащаемся во исцеление души и тела Неужели Господь своим телом и кровью Не победит микробы или вирусы В распространение эпидемии через чашу я не верю Вот слова врача-хирурга отца Михаила Геронимуса С позиции врача и священника Даже постановка вопроса о возможности заражения Какой-либо болезнью через причастие безумна Ну и как вот насчет доверия словам этих медиков Мы можем им доверять? Или же мы должны доверять словам только тех медиков Которые говорят прямо противоположно Ну и поскольку ранее в этом же пункте Отец Дмитрий упоминал еще и науку То я хотел бы напомнить, что собственно научные исследования Свидетельствуют скорее о том Что современные нападки на причастие Со стороны журналистов и некоторых политиков Не имеют серьезного основания Ну и как? В этом случае мы должны доверять науке? Или же мы должны доверять только Тем представителям науки Которые говорят прямо противоположно? В десятом пункте Отец Дмитрий там говорит Что мол практика причащения в церкви Менялась на протяжении истории И что мешает церкви и сегодня Изменить эту практику Изменить технические моменты Не затрагивая суть таинства Так вот речь-то идет По крайней мере для меня Не просто про технические моменты А про суть таинства Конечно обряды на протяжении истории Изменялись и могут изменяться Но когда теоретической основой Для изменения обряда Становится ложное Еретическое учение о Евхаристии Как мы видим в случае данной статьи Разумеется церковь не может И не должна это принимать Вторая статья, которую я хотел бы прокомментировать Написана за штатным архимандритом Кириллом Гавруном И называется «Ковид-19 и христианский ли В скобочках дуализм» Размещена на сайте Центра православных исследований Фордхамского университета С первых же слов автор вводит В заблуждение своих читателей Когда он пишет «В этой краткой заметке Я попытаюсь объяснить Чем руководствуются считающие Что вирус не может передаваться Через причастие» Это первый абзац А во втором мы читаем «Они исходят из того, что Тело Христово – это абсолютное добро А вирус – это зараза, то есть зло А добро не может передавать зло» Ну если бы задачей автора Было бы действительно, как он загляет В первом абзаце Объяснение того, чем руководствуются Упомянутые им люди То он должен был бы завершить свою статью На втором абзаце Такая вышла бы самая короткая в истории данного сайта Статья Он хотел объяснить и вот объяснил Но разумеется он не останавливается на этом Потому что задача заметки совсем в другом В том, чтобы убедить читателей Что заразиться через причастие можно И опровергнуть тех, кто считает иначе Собственно этому и посвящен весь остальной текст Ну давайте посмотрим, как у автора это получается Если получается Он пишет «Однако вирус – это зараза только для нас Да и то не для всех, потому что большинство из нас его перенесет Даже не заметив этого А так, сам по себе вирус, как любой микро- или макроорганизм Это часть творения Божия Как физическая реальность, вирус – доброкачественное существо Как и все, что сотворено в этом мире Змеи и пауки, которые нас кусают, смертоносны для нас Но по своей природе они благи Вместе с другими вирусами, бактериями и прочими Коронавирус – это часть экосистем, созданных Богом Некоторые части этих экосистем для нас полезны, а некоторые нет Однако вне зависимости от этого Все они – часть Божия творения Более того, COVID-19 вместе со всеми другими творениями Включен в то, чтобы быть возглавленным Христом Согласно посланию апостола Павла к Эфесиным Честно говоря, после таких слов становится даже как-то стыдно За человечество, которое вот сейчас Прилагает столько усилий для того, чтобы уничтожить Такое доброкачественное существо и благое творение Божие Спрашивается, куда смотрят все эти экологические активисты Почему они не борются за права мельчайших наших братьев Вирусов и болезнетворных бактерий Почему они не атакуют все эти ужасные лаборатории В которых ученые самыми жуткими способами Убивают это доброкачественное существо Наверное, все дело в том, что экологи просто пока еще не прочитали Статью Архимандрита Кирилла Говоруна Но я прочитал и у меня вот возникает вопрос А сказанное им относится ведь не только к коронавирусу Оно относится и, например, к микобактериум лепре Это микроорганизмы, которые вызывают проказу Но почему-то, несмотря на все эти обстоятельства Перечисленные Архимандритом Кириллом Говоруном Господь Иисус Христос исцелял людей от проказа А это возможно только в случае полного удаления из их тел Микобактериум лепре То есть автор хочет, чтобы мы поверили Что Господь Иисус Христос был способен удалять Близнетворные организмы из тел других людей Но из своего собственного тела он удалить их не может Ну или может, но не хочет И тогда возникает вопрос Почему? Ну это не последний вопрос, который возникает при прочтении этих слов Вот еще один Если Архимандрит Кирилл действительно верит в то, что он написал То в таком случае что плохого в том, чтобы распространять коронавирус Но почему-то Архимандрит Кирилл не следует этой логике Как раз напротив, он резко порицает тех, чьи действия, по его мнению Способствуют распространению коронавируса В том числе и в самом конце заметки он это делает, когда пишет Возможно, настоящее зло не в вирусе, а в том, например Когда человек, вместо того, чтобы заботиться о своем ближнем Предпочитает закрывать глаза на законы природы Приходит в собрания и заражает других людей Ну так если в вирусе нет зла, то и в распространении вируса тогда нет зла Какое зло, если кто-то просто обеспечивает условия для существования Доброкачественного существа и благого творения Божия, возглавляемого самим Христом Если бы Архимандрит Кирилл был бы последователь на своих суждениях То он должен был бы хвалить таких людей Да и сам тоже не оставаться в стороне от великого дела сохранения творения Божия И здесь напрашивается третий вопрос А не желает ли Архимандрит Кирилл Говорун предоставить свое собственное тело Для сохранения вот этого доброкачественного существа В благости которого он усиленно убеждает своих читателей Ну мы знаем ответ на этот образ Конечно же нет Он пытается убедить своих читателей в том, что коронавирус хороший Не потому, что он действительно в это верит А в качестве некой интеллектуальной псевдобогословской игры Чтобы сказать, что вот тело Христова хорошее и коронавирус хороший А значит коронавирус может передаваться через тело Христова Вот вам фанатики шах и маг Но по факту получается, что господин Говорун считает Что коронавирус достаточно хорош, чтобы оказаться в теле Христовом Но недостаточно хорош, чтобы оказаться в его собственном, господина Говоруна, теле И от всего этого разит таким лицемерием Прикрытым самыми нелепыми и вздорными утверждениями Весь тезис, процитированный в мою часть статьи Архимандрита Кирилла Говоруна Строится на том, что он слова, сказанные о первозданном мире до грехопадения Переносит на реалии мира уже падшего после грехопадения Даже сноску ставит там, смотри, Бытие 1 Бытие 1 это еще мир до грехопадения Он, конечно, это все знает и поэтому я считаю, что это с его стороны Сознательная манипуляция и введение в злобуждение своих читателей До грехопадения действительно весь мир и все творения в нем были благи А вот после грехопадения зло вошло в этот мир и исказило Не только людей, которые совершили это зло, но и все творение Это уже искаженное злом творение Ну и, на мой взгляд, вирусы и близнетворные бактерии Может быть искажены более, чем многие другие создания Мы не знаем, какими были эти бактерии до грехопадения Но мы знаем их образ жизни в нашем падшем мире Это образ жизни, основанный на причинении страдания и смерти Другим живым существам, в том числе и людям Это прямая аналогия с тем, как действуют в духовном отношении падшие духи Бытие этих созданий в искаженном грехом состоянии Отнюдь не соответствует тому, что замыслил о них Господь Может быть поэтому, придя на землю, Сын Божий постоянно исцелял людей И дал силу своим апостолам исцелять людей И своим святым потом дал такую силу И причастию тела и крови своего он тоже дал такую силу Многие исцелялись через причастие И я в том числе, у меня был такой опыт Еще больше подтасовок мы увидим, если прочитаем следующие абзацы Воскресшее тело Христа, которому мы причащаемся Было антологически таким же телом, что и наше Далее он приводит цитату из святого Афанасия Которая никакого отношения к теме не имеет И продолжает Поскольку наши тела и тело Христа в полной мере участвуют в общей человеческой природе Те же микроорганизмы, которые живут в нашем теле, жили и в Христовом теле Причем здесь общая человеческая природа, если микроорганизмы не являются частью человеческой природы У них их собственная природа У бактерий природа бактерии У вируса природа вируса Если вдруг вши поселятся на теле заштатного Архимандрита Кирилла Они от этого не станут частью человеческой природы Или если вдруг клещ упадет на него и закопается прямо под кожу Он тоже не станет частью человеческой природы Я ни в коем случае ничего такого не желаю Архимандрита Кирилла Просто привожу как пример Чтобы показать нелепость и чудовищную богословскую безграмотность того Что мы сейчас в его статье просчитали И поскольку различные микроорганизмы, которые могут жить на или в человеческом теле Не являются частью человеческой природы То и вочеловечение Господа вовсе не предполагает Одновременно с этим принятие различных микроорганизмов Как пытается уверить нас автор Он пишет Нет оснований не считать, что они, микроорганизмы Продолжили в нем, в теле Христовом, жить даже после его воскресения То есть получается мы можем поверить в то, что Христос воскрес из мертвых Это Архимандрита Кирилла не подвергает сомнению Но при этом мы не можем поверить в то, что его тело обходилось без микроорганизмов Это что типа уже чересчур, слишком великое чудо Даже мы, будучи простыми людьми, можем полностью избавиться от бактерий Например, на поверхности рук с помощью самого обычного санитайзера И не только можем, но и делаем это Многие делают Но мы должны верить, что Христос не мог избавиться от бактерий Мы можем избавить наше тело от многих близнетворных микроорганизмов С помощью антибиотиков И мы делаем это Но мы должны верить, что Христос не может сделать этого по отношению к своему телу Согласно Архимандриту Кириллу Гавруну Интересно, почему? Далее он пишет Его отличие, то есть тело Христово, от нашего тела Лишь в том, что эти микроорганизмы не могли его убить Вы замечаете, да? Он только что пытался убедить нас Что в теле Христовом должны быть микроорганизмы Потому что оно такое же, как наше Но здесь же говорят, что оно, оказывается, отличалось от нашего И весьма существенно Действительно, в Евангелии описывается Что преображенное тело Христово, воскресшее Оно могло проходить сквозь стены, например Возноситься на небо Но вот избавиться от микроорганизмов оно не могло Серьезно? И согласно Писанию Тело Христово, оно сидит одесную Отца Не будем касаться сейчас конкретно толкования этого выражения Но согласно Архимандриту Кириллу Говорону, получается, мы должны верить Что еще и множество микроорганизмов сидит одесную Отца Разве это не богохульство? Далее автор продолжает свое рассуждение, говоря При этом они, микроорганизмы, могут передаваться через евхаристическое тело Христа Потому что не являются антологическим злом А частью Божьего творения Такой частью, например, является пенициллин Из-за которого, священники это хорошо знают Евхаристическое тело Христово может заплеснивать Пенициллин не является микроорганизмом Пенициллин – это антимикробный препарат Созданный на основе вещества, выделяемого из грибов рода пеницилум Но в данном случае это, конечно, не самая существенная ошибка Существенной ошибкой является утверждение, что тело Христово может заплеснивать Приведу слова святителя Дмитрия Ростовского «Если святым тайнам от небрежения или иного чего случится Упасть, сгореть, согнить, замерзнуть и прочее То не тело Христово сему подвергнется Но внешние виды хлеба и вина А сама бесстрастная жертва никак не причастна сему Никак Ибо плоть Христова однажды пострадала за нас А по воскресенье Христовым она не подлежит уже страданиям Но это не единственная серьезная ошибка в процитированном фрагменте Поговорим о самом главном тезисе Что якобы коронавирус сам по себе благ Поэтому и передача его через причастие вполне возможна Поскольку якобы не является злом А теперь давайте вспомним слова Господа Иисуса Христа Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба Подал бы ему камень И когда попросит рыбы, подал бы ему змею Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона Возможно, если бы архимандрит Кирилл Говорун оказался бы в толпе слышащих непосредственно эти слова Он бы сказал, о чем проблема Ведь и змея, и скорпион – это благие творения Божие, доброкачественные существа Но несмотря на то, что и змея, и скорпион – это творение Божие Давать их живому человеку по мысли Господа является таким явным злом Которое даже грешные люди не позволяют себе совершить по отношению к собственным детям И Господь продолжает Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него Но по мысли заштатного архимандрита Кирилла Говоруна Бог, своим установленным во Христе чадом, оказывает именно такое злодеяние Какое, по его же словам, не оказывают даже злые люди своим чадом Напомню, что каждый православный христианин, готовясь к святому причащению, читает особые молитвы В которых, помимо прочего, он просит «Да будет мне уголь пресветаго твоего тела и честные твои окрови во освящение и просвещение и здравие смиренной моей души и телу» Это вторая из молитв «Последование ко святому причащению» А сразу после святого причащения, в первой же благодавственной молитве, верующий говорит «Я принятых им теле и крови Христовы дашь бы тесим и мне во исцеление души же и тела» И когда архимандрит Кирилл Говорун и другие единомысленные с ним убеждают нас в том, что В ответ на эти молитвы верующий православный христианин может получить от Бога смертоносный вирус То это значит, что они обвиняют Бога в том, что Он своим чадом, который просит у Него хлеба, подает змею Вопрос, который мы обсуждаем, это не что-то, касающееся лишь обрядовых вещей Это то, что непосредственно относится к православному вероучению В догматическом учении церкви есть раздел, который называется «Сакраментология» То есть учение о таинствах И оно включает в себя учение о том, чем являются для нас тело и кровь Христовы Я процитирую пару выдержек Святитель Сильвестр Малеванский в своем опыте православного догматического богословия пишет «Евхаристия по учению отцов необычайно важна и благотворна по своим действиям По святому Григорию Низкому, принимаемое нами в Евхаристии тело Христово, составляет противоядие против вошедшей с грехом в нашу природу силы разрушения и смерти По Кириллу Жерусалимскому и Дамаскину, прочищая с тела и крови Христовой, мы соделываемся с отелесниками и единокровниками Христу» В свою очередь, святитель Филарет Черниговский в своем православном догматическом богословии пишет «Признавая освященный хлеб и вино трапезы Христовой плотью и кровью самого Христа Господа, Церковь не могла не исповедовать спасительных таинственных действий Евхаристии Частными действиями общения со Христом в Евхаристии представляли отцы просвещение ума верою, укрепление воли в добре против искушений, освящение тела и ослабление смерти в теле» Судитель Кирилл Александрийский говорил «Тело Христово оживляет причащающихся Его, ибо изгоняет смерть, когда оказывается в умирающих, и удаляет тление, содержа в себе слово, уничтожающее тление» Вот этому ясному догматическому учению православной церкви и противоречен учение тех, кто говорит, что евхаристическое тело Христово является рассадником и передатчиком смертоносных болезней Святитель Игнатий Богоносец говорил, что Евхаристия – это лекарство бессмертия И во время литургии церковь поет, когда происходит причащение «Тело Христово приимите, источника бессмертия вкусите» Так вот, учение о том, что тело Христово якобы на самом деле является для многих источником болезни и смерти является прямым противоречием в вере в церкви, чудовищным искажением догматического учения в Божественной Евхаристии Именно это осознание и является тем, что движет людьми, отрицающими данный взгляд на причастие, как на источник смертельной заразы Если бы архимандрит Кирилл Говорун был бы честен, то он бы честно указал эту главную причину Но вместо того, чтобы честно об этом сказать, он примитивизирует позицию своих оппонентов и не ограничиваясь этим, демонизирует их, записывая в еретики самым нелепым образом В частности, он пишет «Теперь вернемся к считающим, что вирус не может передаваться через причастие Их ошибка, во-первых, декитическая, потому что они считают, что тело Христа, в том числе и евхаристическое не подвластно законам природы» Декитический текст из коллекции, найденный в Нагхамаде, говорит о теле Христа следующее И далее он цитирует текст, в скобочках указывая Валентинус, фрагмент третий В Нагхамаде найдена библиотека гностических текстов И Валентин, которому приписывается цитата, был не декитом, а гностическим лжеучителем Но господин Говорун выдает гностический текст за учение докетов И он дальше продолжает Декеты, а позже Евтихиане, тоже считали, что человечество Христа было антологически иным, чем наше Хотя оно и казалось подобным нашему То есть это была уже не наша человеческая природа, а нечто другое На самом деле декеты не учили ни тому, что человечество Христа было антологически иным, чем наше Ни тому, что тело Христово не подвластно законам человеческой природы Они учили, что Христос вообще на самом деле не воплощался, не вычеловечивался Не имел человеческого тела Оно было лишь кажущимся, призрачным И поэтому-то декеты отрицали причастие в принципе Поэтому попытка отождествить православное учение с учением докетов выглядит особенно циничной Ну и приходится еще раз напомнить, что болезнетворные бактерии и вирусы не являются частью человеческой природы Поэтому учение о воплощении Христа вовсе не подразумевает восприятие болезнетворных бактерий и вирусов Ну и на еще один богословский ляп здесь нужно указать А именно, когда автор проводит здесь ту мысль, что, мол, тело Христово было подвластно законам природы Поэтому оно должно было включать в себя и различные, в том числе и близнетворные бактерии и вирусы Напомню православное учение, выраженное преподобным Иоанном Дамаскиным Естественное во Христе не предваряло его хотение В самом деле в нем ничего не усматривается вынужденного Но все добровольное Ибо по собственной воле он алкал, по собственной воле жаждал, добровольно боялся, добровольно умер В нашем случае это все вынужденное, а в случае Христа это все было добровольно И было из этого только то и только тогда, когда он решал это в себя принять А во многих других случаях он мог запросто пренебречь законами природы Когда, например, ходил по волнам, останавливал бурю, воскрешал мертвых, исцелял и так далее Так вот, в силу этого учения мы не можем говорить, что во Христе были какие-либо там близнетворные организмы Просто в силу законов природы И, соответственно, он передавал и до сих пор передает через свое тело и кровь И якобы эти близнетворные организмы своим верующим Это не может во Христе происходить просто в силу естественных причин Но только если он этого бы сам захотел Но мы знаем из Евангелия, что Господь хотел совершать и совершал прямо противоположное Не заражал людей болезнями, а исцелял их от болезней Но архимандрит Кирилл, кажется, все это забыл Либо же рассчитывает, что его читатели все это забыли Не удовольствовавшись тем, что он обозвал православных христиан докетами Архимандрит Кирилл, говору, добавляет к этому еще и обвинение их в манихействе ни много ни мало Когда говорит Во-вторых, считающие так впадают в ошибку манихейства Манихейство было дуалистическим учением, которое разделяло физический мир на добрую и злую части Далее приводит цитаты из манихейского текста И продолжает Дуалисты полагают, что часть окружающего нас мира – это сущее онтологическое зло По сути, многие и сейчас считают таким злом и коронавирус А потому верят, что он не может быть в дарах Это результат осознанного или неосознанного дуалистического взгляда на мир Архимандрит Кирилл, говору, здесь, как обычно, вводят своих читателей в заблуждение Поскольку манихеи, вовсе, не делили окружающий нас материальный мир На хорошую часть и плохую часть Они действительно были дуалистами Но они весь материальный мир считали злом, тьмой А светом и хорошим миром они считали только духовный мир То, что он описывает, здесь больше похоже на зероастризм, чем на манихейство Но в любом случае это не имеет никакого отношения к вере православных христиан В то, что тело и кровь Христовы являются источником исцеления и бессмертия для нас А не источником болезни и смерти Архимандрит Кирилл поучает своих читателей Зло не в природе, а в выборе, который делает человек Почему же Господь Иисус Христос передачу ядовитых и смертоносных организмов Другому человеку, в частности змеи и скорпиона Привел как пример зла, злого поступка И почему он дал апостолам, как он говорит Власть наступать на змеев и скорпионов Ведь это же антологически благие существа И если архимандрит Кирилл захочет мне сказать, что якобы эти слова нужно понимать исключительно духовно То я напомню ему, что в деяниях апостольских описывается, как эта власть Выразилась вполне буквально на примере апостола Павла Когда его укусила змея ядовитая И он нисколько от этого не пострадал И возникает вопрос, почему апостол Павел бросил эту ядовитую змею в огонь Почему он не отпустил ее со словами Ползи, благое творение Божие Покусай кого-нибудь еще И может быть когда-нибудь кто-то из твоих потомков укусит архимандрита Кирилла Говорона Может быть потому, что эти творения Божие Некогда созданные благими В наше время искажены злом И причинять посредством распространения данных созданий Страдания и смерть среди людей является злом Понимает ли все это архимандрит Кирилл Говорон? Конечно понимает Именно поэтому он и называет злом распространение коронавируса Хотя в данном случае он не совсем точен Потому что зло, как он говорит, это ошибочный выбор Но если человек не знает, что он заражен И заражает других по невидению Он никакого выбора в данном случае не совершает Но вот это он признает как зло Если это может в итоге коснуться тела архимандрита Кирилла Говорона То это зло Но при этом если это постоянно касается тела Христова То это якобы не зло В общем весь этот небольшой текст, рассмотренный нами Переполнен ошибками, манипуляциями, откровенным враньем И в свете этого меня особенно удивило Высокое мнение автора данного текста о нем Потому что когда выпустил свое опровержение Александр Леонидович Дворкин на данный текст Архимандрит Кирилл у себя на фейсбуке написал что-то в духе того Что мол, я думал стоит ли отвечать Дворкину Но у него слишком там низкий богословский уровень Я когда это прочитал, просто поразился А вот это вот, жалкая и безграмотная поделка Это высокий уровень богословский Серьезно? Просто обескураживающее свое мнение И наконец третье выступление, которое я хотел бы прокомментировать В связи с обсуждаемой нами темой Это интервью Алексея Ильича Осипова Многие были неприятно удивлены тем, что он выступил в поддержку идеи О том, что через причастие заразиться можно Хотя для тех, кто давно следит за богословскими идеями Профессора Осипова, в этом как раз-таки ничего удивительного нет И далее я объясню почему Но пока что начнем с того аргумента, который он привел первым У каждого священника в его служебнике есть так называемое учительное известие В котором находим удивительные слова Что если, ну в связи с отсутствием, например, долгим священника Или в связи с непрежностью священника Святые дары Хлеб запресневеет, а вино прокиснет То эти дары потреблять нельзя Ну, пишут, их можно в реку пустить, например Другие считают, можно сжечь Вопрос другой Нельзя Ну, на самом деле, как мы уже говорили Далеко не в каждом служебнике содержится это учительное известие И никакого официального статуса оно не имеет Более того, дореволюционный сенот указывал, что в нем есть сомнительные вещи И взято там от католиков немало Ну и кроме того, в тексте нет на самом деле слова «нельзя» На самом деле там просто говорится Если дары станут непригодными к употреблению То священник, взяв их, всыплет в текущую реку Но это не более, чем личная позиция автора данного текста Отнюдь не единственная в нашей церкви Я знаю священников, которые считают, что в любом случае потреблять святые дары нужно В каком бы состоянии они ни оказались И не просто считают, но и которые это совершали И священников знаю таких, и даже одного епископа знаю такого Который так поступал И мне самому тоже однажды довелось Когда я был на миссии в одной стране Там другой священник заготовил дары Уже не буду там всех подробностей рассказывать Ну, в общем, он уехал и оставил их в храме А потом, спустя долгое время, приехал я в этот храм И вот я там должен был служить литургию И увидел, что стало с дарами Честно скажу, на них даже смотреть было тяжело Настолько все внешне выглядело ужасно Ну, и я поначалу решил Ну, это вина другого священника Пусть, соответственно, он как бы с этим и разбирается Тем более, что он меня предупредил заранее Он признал, что это его вина Более того, он сказал, что он сам с этим разберется Когда в следующий раз туда приедет Но когда я закончил службу И уже потреблял дары после своей литургии Я посмотрел вот на эти зацветшие дары И сказал себе Ну, все-таки это тело и кровь Господа Пусть даже не по моей вине это произошло Но как я могу позволить им остаться Вот в таком состоянии дальше И я решил, что нужно потребить их тоже Помятую как раз пример тех священников Которые поступали так же В аналогичных случаях По правде говоря, пришлось собрать всю волю Чтобы это сделать Потому что выглядели дары Вот внешне совершенно ужасно И когда я собирался их потреблять Я думал, что и на вкус это будет тоже ужасно Так и должно было быть Но к моему изумлению Когда я начал их потреблять Я обнаружил, что вкус совершенно не соответствует Внешнему виду Для меня это было как чудо Может быть, кто-то по-другому это все объяснит Но я это просто привожу Как пример того Что мнение анонимного автора Учительного известия Отнюдь не является чем-то Общепринятым в нашей церкви Ну и, пожалуй, здесь я поговорю подробнее Про вот эту тему Почему святые дары могут заплеснеть Посмотрим, какие выводы Нам предлагает сделать Профессор Осипов То есть, оказывается, святые дары Подвержены всем внешним изменениям Окружающей нашей жизни В том числе, следовательно Через них можно и получить что-то Противное нашему здоровью Нашей жизни Как вы помните, согласно православному учению Выраженному, в частности, преподобному Максиму Исповедникам Природные свойства в Господе Не предшествуют желанию, как в нас Он испытывал их не тем же образом, что и мы А превосходящим нас То есть, добровольно Так что, в случае Христа Это не было вынужденной подчиненностью Тем порядкам, которые установились В этом падшем мире Как в случае нас и наших тел Но Господь осознанно принимал Лишь то, что было полезно Для исполнения Его задачи По спасению рода человеческого Теперь, что касается вопросов Связанных непосредственно со случаем Порчи святых даров Я уже приводил ранее цитату Святителя Дмитрия Ростовского О том, что Сами тело и кровь Христова Не подвергаются никакой порче Но это касается только Внешнего вида О чем здесь речь? Согласно православному учению Во время Евхаристии Сущность хлеба и вина Их природа Заменяется плотью, то есть кровью И телом Господа Иисуса Христа Но при этом остаются внешние виды Или свойства, или акциденции хлеба и вина Это касается внешнего вида Вкуса, запаха Разделяемости и так далее Сюда входят также случаи и повреждения Которые мы упоминали И это не случайно Почему Господь попускает Такому произойти Не с самими дарами С внешними видами их Во-первых, в обличении нерадивости Священника, который это допустил И об этом говорит Святитель Дмитрий Ростовский Продолжая уже начатую мною ранее цитату Говоря, что в этих случаях Иерей не прав в своем небрежении Он тяжко согрешает И подлежит великому наказанию И эпитемии По рассуждению своего архиерея Но это не единственная причина Преподобный Анастасий Синаид Писал, что способность Святых даров истлевать Или портиться Это указание на то Что тело Христа до воскресения Тленно, как приносимое в жертву Подверженное смерти и ранам И использовал это как аргумент Против еретиков-гайонитов Так что, как видим, святым отцам Это помогало в деле объяснения Православного учения и обличения ереси И мне здесь могут сказать И некоторые так и говорили мне Ну а что нам мешает в этом случае Предположить, что такое свойство хлеба и вина Как передача близнетворных организмов Тоже воспринято Христом в свое евхаристическое тело Отчасти я уже указывал, что мешает Но добавлю еще Во-первых, нигде в Евангелии не говорится Что Христос являлся причиной болезни Для кого-либо Когда ученики Иоанна Крестителя пришли к Нему И спросили, ты ли тот, кого мы ожидаем Он ответил перечислением того, что Он делает И в этом перечислении указал исцеление И в других местах Господь говорил Что Его дела, в том числе и исцеление Свидетельствуют о Нем Именно то, что Он больных делал здоровыми А мертвых живыми Свидетельствовало более всего О том, что Он является спасителем Если же учить, вопреки Евангелию Что будто бы Христос посредством своего тела Сознательно здоровых делает больными А живых мертвыми То в таком случае Его нужно признать Не спасителем, а губителем И это богохульство Это прямо противоречит тому, что Сам Господь указывал Как свидетельство о том, кто Он Но это было во-первых Теперь во-вторых Почему вообще тело и кровь Христова Преподаются нам под видами хлеба и вина Об этом говорили многие святые Начиная с древнейших времен И соборно принятые вероучительные тексты Об этом говорят вроде православного исповедания И все они единогласно объясняют это тем Что принимать непосредственно тело и кровь Было бы соблазнительно и смутительно для людей Поэтому Господь их подает под видами хлеба и вина Чтобы не было этого смущения И соответственно препятствия у людей К принятию вот этих святых даров Так вот идея о том, что через причастие Будто бы могут передаваться заразные смертельные болезни Она ничуть не меньше соблазняет людей И становится для них препятствием к причастию То есть идея о том, что в Евхаристии Воспринято также свойство способности Передавать смертельные болезни Противоречит самой сути того Для чего свойства хлеба и вина Остаются в Евхаристии И поэтому также не может быть принята И та идея, которую озвучивали некоторые В виде такого компромисса Говорят, что да, тело и кровь Христовы Ни в коем случае не могут сами передавать На заразные болезни Но вот лжица-то, которая при этом используется Она-то вот может передавать Это все нисколько не помогает Если и через лжицу бы переходила зараза Люди бы все равно ассоциировали это Именно с причастием И хула бы ложилась на сам образ причащения Установленный в Церкви Христовой Для чего бы это делать Господу Если, как мы знаем от святых отцов У него прямо противоположная цель Устранить соблазны и препятствия Какие есть или могут быть у людей В отношении причащения Некоторые здесь вспоминают слова апостола Павла О том, что вот Если вы причащаетесь недостойно, вы болеете Но апостол Павел вовсе не писал о том Что само тело Христова становится Переносчиком болезни Он выражал ту же идею общую О том, что грех является причиной болезни Какую до него выражал сам Господь Иисус Христос Когда он, например, говорил исцеленному Смотри, не греши больше, чтобы не случилось С тобой чего худше И в других местах Евангелия Да, грех, не только грех недостойного причащения Но и другие грехи Могут привносить болезни в жизнь человека Но нигде не говорится о том Что сама святыня становится источником болезни Предполагать, что сама святыня Оскверняется таким образом Значило бы наказывать святыню А наказываемый – это грешник Ну, вернемся к речи профессора Осипова Нет, забыли, что святые дары Есть такое же Богочеловечество, как и сам Христос Разве в Евангелии где-то говорится о том Что сам Христос становился источником болезни и смерти для кого-либо? Разве там не говорится прямо противоположное? Святые дары также Богочеловечны, как и сам Христос А значит, они также являются источником исцеления их жизни А не источником болезни и смерти Вы помните, что когда речь шла о статье про Терея Дмитрия Готовкина И выраженных в ней неправославных еретических взглядов на Евхаристию Я сказал, что его так научили А тем, кто его научил этому Был как раз таки Алексей Ильич Осипов К большому сожалению, профессор Осипов уже много лет Проповедует неправославное учение о Евхаристии Он учит, что в Евхаристии хлеб остается хлебом Вино остается вино Но происходит будто бы их восприятие в ипостась Христа То есть такое своего рода вохлебление по аналогии с вочеловечением В эра Таинстве и в Харистии Профессор Осипов учит, что в Таинстве происходит Неподлинное присуществление хлеба и вина в тело и крови А в ипостазирование хлеба и вина в ипостась Богослова То есть верующие причаиваются не истинными к телу и крови Но, собственно, хлебом и вином Христос же весь своим телом в каждой частице, понимаете? Но телом не хлебом ипостазировано, как учит иложно Осипов Он говорит, что он верит, что хлеб остается хлебом Только усваивается Божеством Христа То учение, которое проповедует профессор Осипов В древности на Востоке проповедовал иересиарх Несторий И его последователи А на Западе в XI веке Беренгарий Турский А позднее его восприняли протестанты В частности, лютеране И как раз-таки для противодействия проникновению Вот этого еретического учения от лютеран в православную церковь И было на соборах 1672 года, 1691 года Принято употребление слова «пресуществление» И анафематствованы те, кто его отвергает Знает ли профессор Осипов об этом соборном решении? Знает и смеется над ним И видите, даже собор, ну, конечно, поместный собор Кантинопольский И что там, ну, десяток архиереев собралось Анафема да будет, кто отвергает термин «пресуществление» Господи Боже, очень грозно Знает ли он, что это соборное решение было принято и русской церковью? Знает! И отмахивается от этого У нас даже патриарх Адриан Патриарх Адриан, значит, это принял Это соборное, да, тоже послание делал Принял тоже это Ну, все, что из Константинополя У нас принималось как абсолютно непогрешивая святыня Еще в начале 2000-х годов В Московской Духовной Академии Состоялся специальный семинар Относительно Евхаристии На котором другие профессора Объясняли Алексею Ильичу, что он неправ И каково настоящее учение Православной Церкви о Евхаристии Это вообще беспрецедентный случай Чтобы вот такое братское уичевание Разумеется, состоявшееся по благословению владыки и ректора В стенах Академии осуществилось Но Алексей Ильич остался при своем мнении Более того, в ноябре 2006 года Он свое мнение внедрил в совместный документ Подписанный с лютеранами Относительно Евхаристии В результате Священному Синоту Пришлось поручить Синодальной Богословской Комиссии Дать заключение относительно этого документа Ну а сам Алексей Ильич Решением Синота В начале 2007 года Был выведен из состава комиссии По диалогу с лютеранами Где он до этого находился 25 лет Синодальная Богословская Комиссия Подготовила документ С опровержением Осиповского учения И указала, что изложение православной позиции Представленное в совместном заявлении Православно-лютеранской комиссии Не соответствует традиционному учению Православной Церкви И Синот постановил направить это В заключение всем членам комиссии Православно-лютеранской по богословскому диалогу Это было первое опровержение Осиповского учения о Евхаристии Со стороны Синодальной Богословской Комиссии В 2016 году последовало второе Уже в рамках разбирательства целого ряда Неправославных учений профессора Осипова Я сейчас не буду подробно разбирать Конкретно этот вопрос Тем более, что он уже исчерпывающе разобран В десятках публикаций И не только там статьи и книги выходили В частности, могу порекомендовать Книгу про Терея Владимира Шарапова Что находится в чаше причастия Наша богословская комиссия Синодальная Вот эту точку зрения О воипостазировании хлеба и вина Выраженную профессором Осиповым Она ее официально признала ошибочной Алексей Ильич любит распространять Свои ложные идеи Как якобы учения святых отцов При этом приводит имена и цитаты Это производит большое впечатление На тех, кто не очень хорошо знаком Со святоотеческой письменностью Ну а те, кто знаком Многократно ловили Алексея Ильича На том, что он искажает цитаты святых отцов Либо же и вовсе приводит цитаты Из непринадлежащих им текстов В частности, по данной теме Он любил приводить цитату Якобы из святого Иоанна Златоуста И делал это даже после того Как ему Синодальная богословская комиссия Указал на то, что это текст Который не имеет никакого отношения К святителю Иоанну И излагает учения о Евхаристии Противоположное тому учению Которое в действительности Имел святитель Иоанн В данном случае он ссылается На преподобного Иоанна Дамаскина Как будто бы тот учил Что хлеб там остается хлебом Не происходит превращения в тело Вы знаете, что у преподобного Иоанна Дамаскина Хлеб Евхаристии Он называет общение Хлеб Евхаристии Не простой хлеб Но Не превращенный А соединенный с Божеством Хлеб не превращается же в тело Вот что на самом деле Говорил преподобный Иоанн Дамаскин Сами хлеб и вино Притворяются в тело и кровь Божию Если же ты отыскиваешь тот образ Как это происходит То тебе достаточно услышать Что с помощью Святого Духа Это подобно тому Как согласно законами природы Хлеб через съедание и вино Через выпивание Изменяются в тело и кровь того Кто ест и пьет Так хлеб, предложение и вино Через призывание Пришествия Святого Духа Сверхъестественно изменяются В тело Христова и кровь И не суть два, но одно То же самое То есть преподобный Иоанн Дамаскин Как раз таки излагал то самое учение Которое отвергает Алексей Ильич Ну а разбор собственно искажения Текста преподобного Иоанна Дамаскина Можно почитать в статье Диакона Андрея Юрченко Например Можно порекомендовать и статью Священному ученику Василия Малахова Ссылки я укажу в описании под видео Понимаю, что и среди моих зрителей Есть те, кто любит Осипова как проповедника Но все-таки для нас Наша привязанность к тому или иному человеку Не должна быть выше истины Как об этом сам Господь сказал Кто любит отца или мать более меня Не достоин меня Разберу еще пару аргументов Которые приводили другие сторонники Идеи о том, что через причастие можно заразиться Во-первых, они приводили цитату Из преподобного Никодима Святогорца Она касалась практического вопроса Того, как причащать людей больных чумой Некоторые вкладывали частичку святых даров Внутрь виноградинки И эту виноградинку передавали уже больному Чтобы он мог причаститься И это было нарушением канона Которую как раз комментировал преподобный Никодим И который предписывал не смешивать Святые дары с виноградом Поэтому преподобный Никодим Предлагает передавать святые дары С дарохранительницей Которую потом омывать уксусом И вот некоторые стали ссылаться на этот текст Как якобы на подтверждение того Что по мысли преподобного Никодима Через причастие можно заразиться Но многие опровергали такое понимание По мысли греческого богослова Василиуса Тулумциса А также епископа Баческого Иринея Эти слова были продиктованы экономией То есть с нисхождением к маловерию тех клириков Которые не решались причащать больных чумой Обычным способом Кто-то может не согласиться с такой интерпретацией Однако кажется весьма убедительным тот аргумент Что преподобный Никодим Если бы считал возможным заразиться через причастие То сделал бы общее предписание По дезинфекции сосудов в храмах Во время распространения болезни А не упоминал бы туманно и случайным образом В комментарии Смысл которого состоит в том Чтобы не допустить соединения причастия с виноградом Во время исключительных случаев причащения вне храма Также многие ссылались и на труд Сергея Васильевича Булгакова Настольная книга священной церковнослужителя Опубликованная в 1892 году Действительно, если посмотреть на некоторые выражения В этой книге То можно видеть, что ее автор Полагал, что через причастие Может передаваться заразная болезнь Но это личное мнение автора книги Мирянина, причем молодого человека Книга была опубликована, когда Сергею Васильевичу было 33 года Соответственно, написал он ее еще ранее Сергей Васильевич цитирует решение Различных церковных и апархиальных властей Во второй половине 19 века Но делает это весьма избирательно Так, чтобы они не противоречили его мнению Например, он указывает лишь Что Харьковская духовная консистория Признала употребление отдельной лжицы Для причащения заразных больных неудобным делом Но если мы посмотрим полностью текст консистории То знаем, что именно светские власти Харькова Дважды обращались с просьбой О введении такого порядка причащения И дважды в этом было отказано Эпархиальными властями При этом указывалось, что Харьковская духовная консистория Находит рекомендуемое введение Особой лжицы При причащении больных дифтеритом детей Мерою, не соответствующей значению Святого Таинства Евхаристии В Таинстве Евхаристии подается верующим Истинное тело и истинная кровь Христа Спасителя Во исцеление не только души, но и тела И посему приступающие к этому Таинству Или приносящие к нему детей своих с верою Не только далеки могут быть от мысли О заражении от других посредством причащения Но приступать к Евхаристии должны с полной уверенностью Что как здоровые дети не заразятся через причащение Судных Таин одновременно с больными детьми Так и больные дети могут получить от причащения Исцеление не только души, но и тела Обо всем этом Булгаков, придерживающийся Противоположного взгляда, умолчал И в результате его книга по данному вопросу Отнюдь не может считаться адекватно отражающей Учения дореволюционных епархиальных властей Нашей Церкви Теперь хотелось бы сказать о другой крайности В которую впадают люди, возмущенные предписаниями Синода нашей Церкви Вот о так называемом спиртовании лжицы Это предписание и у меня, честно говоря Отнюдь не вызывает восторга Однако в делах веры необходимо отложить в сторону эмоции И разбираться по существу вопроса Когда заявляют, что само по себе Отирание лжицы является богохульством То это неправда Вообще после каждой литургии Всегда лжица вымывалась и вытиралась И никто никогда не называл это богохульством Ложное учение о том, что через причастие Может передаваться зараза Вот это богохульство И думаю, я объяснил почему И если какие-то меры по спиртованию лжицы Осуществляются именно как выражение Этого ложного учения То в этом и только в этом случае Можно сказать, что это богохульство Однако наше священное началье Вполне однозначно заявило Что не считает причастие Источником болезни и смерти А упомянутые меры Приняты исключительно исходя Из снисхождения к немощи Некоторых людей, которым не достает вера Об этом прямо сказал и святейший патриарх недавно Я глубоко убежден Святыня животворящего тела И божественной крови Господа и Бога И Спаса нашего Иисуса Христа Никогда ни при каких условиях Не может стать для человека Источником зла и страданий Если принять во внимание эти соображения То второстепенными и малозначащими Окажутся в наших глазах Те временные меры, которые были предприняты Я подчеркну, ради немощи некоторых Говорил об этом и другой член Священного Синода Митрополит Киевский Ануфрий Который сказал, что Боязнь некоторых людей заразиться При причащении святых тайн В церкви напрасная Силу жизни, которая входит в человека С причастием святых христовых тайн Не может победить никакой вирус Или болезнь Но если на приходе есть верующие Которые еще не пришли в меру Всего разумения Митрополит Ануфрий считает возможным Проявлять снисхождение И делать уступку их немощи Причащая их дезинфицированной лжицей Ту же позицию озвучивал и Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон И мне тут вспоминаются слова Преподобного Никодима Святогорца Конечно, мы говорили о том, что Это он написал по экономии По снисхождению Но значит, он считал возможным Такое снисхождение К немощи маловерных Выражающиеся в том, чтобы Дезинфицировать лжицу С помощью уксуса Он не считал это богохульством И некоторые дореволюционные И прахиальные власти Считали возможным Из такого снисхождения Например, отирать лжицу Особым платом После каждого причастника В случае распространения Заразной болезни На приходе И они не считали это Богохульством Из-за того времени Никто из них Не называл это Богохульством А значит, не правы Те, кто хулит Из священноначалия Из священников И храма В которых осуществляется Упомянутая выше Инструкция И те, кто лишает себе Причастия Под предлогом этого Не причащаясь В таких храмах Лично мне Это предписание Повторюсь В любом случае Не нравится Лично я считаю Что не следует Дозволять Снисхождение К маловерию В таких вещах Я убежден Что и те пастыри Чья священническая совесть Не дозволяет им Совершать такое Снисхождение Не должны быть Наказываемы За это Но, как бы то ни было После разъяснений И сатейшего патриарха И блаженнейшего Митрополита Ануфрия Нет никаких оснований Подозревать нашу церковь В искажении Православной Сакраментологии Православного Учения О таинстве Евхаристии И уж тем более О богохульстве Здесь говорить Не приходится Однако, безусловно Нужно констатировать Что вот Эта рекомендация Вызвала Особый соблазн У верующих И в духовенство По крайней мере У заметной части Она вызвала Большое смущение Поэтому я убежден Что от этой меры Нужно отказаться Как можно скорее В своем недавнем выступлении Патриарх Кирилл Подчеркнул Что эти меры Временные И отнюдь не являются Новой нормой Соответственно Наступит день Когда они будут Отменены Ну и дай Бог Чтобы этот день Наступил как можно скорее Спасибо всем за внимание Простите, что видео Получилось таким Большим Но тема важная И хотелось Все нюансы Проговорить Обстоятельно Желаю всем Помощи Божией Субтитры сделал DimaTorzok